Музыка На предыдущей секции вы выступили и представили топ 100 рейтинг российских торговых сетей. Крупнейших торговых сетей. Учитывая, что в неделе российского ритейла вы выступаете регулярно, каждый год, скажите, какие для вас открытия в этом году произошли с рейтингом и какие-то интересные тренды? На самом деле очень много интересных трендов. Розничья торговля развивается весьма активно, несмотря на все кризисные явления, снижение доходов населения, снижение покупательской способности. Если топ 100 российского ритейла в прошлом году установил рекорд по открытию новых магазинов, причем перекрыв рекордный показатель 2015 года, напомню, что в 2015 году было открыто 9 тысяч магазинов с совокупной площадью чуть меньше 3 миллионов квадратных метров торговых площадей, то в 2016 году было открыто уже 12 тысяч новых магазинов с общей площадью 3 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Ну так вот, просто чтобы вы понимали, если в 2015 году топ 100 ритейла открывал один магазин в час, то в 2016 году открывался один магазин в 40 минут. То есть один магазин за 40 минут открывался в стране, которая переживает достаточно непростые времена в условиях снижения, еще раз повторюсь, покупательской способности, доходов населения и других проблем. Но топ 100 видит в себе силы, потенциал для дальнейшего развития. И вот эти показатели, конечно, они просто фантастические. То есть один магазин за 40 минут, это с учетом ночного времени, выходных дней, да, ну, мало стран в мире, где такое, такие темпы вообще возможны. А Россия все еще позволяет продолжать активно развиваться. А за счет чего происходит это? То есть это правда, это удивительно, потому что это никак не вяжется с настроениями тех же ИТЛ? Ну, опять-таки, здесь, знаете, настроение это всегда очень субъективный параметр, да, стакан, как обычно бывает, то наполовину полон, то наполовину пуст. Поэтому от настроения нужно переходить к реальным оценкам, к адекватному пониманию текущей ситуации, к пониманию своего конкурентного преимущества, пониманию потребностей своих реальных клиентов. И те компании, которые эту работу делают на регулярной основе, кто эти оценки проводит и, соответственно, делаются правильно, адекватные выводы из них, они на самом деле видят ниши, в которых можно расти и развиваться. За счет чего это происходит? Конечно, это в первую очередь происходит за счет перераспределения трафика, перераспределения потоков потребителей. Это не может по-другому происходить в условиях, когда сам рынок снижается. И в данном случае крупные сети, они получают даже некоторые преимущества сейчас по отношению к другим игрокам, потому что, во-первых, у них, конечно, очень серьезная рыночная сила, они могут предложить максимально доступные цены для потребителей, и это сегодня привлекает, конечно, большое количество клиентов. За счет серьезной закупочной силы крупные сети могут предложить максимально доступные цены для потребителей. Напомню, что по итогам прошлого года, в нашем рейтинге это видно, две компании, это Magnit и X5 Retail Group, по своей выручке превысили 1 триллион рублей. Это, конечно, фантастический результат, и, конечно, многие крупные поставщики, напрямую работая с этими сетями, могут существенным образом работать со снижением издержек и снижать, соответственно, оценки на свои товары. Это, конечно, привлекает потребителей. С другой стороны, в условиях кризисных явлений для кого-то, конечно, единственный путь – это уйти с рынка, воссвобождаются торговые площади, воссвобождаются помещения, которые в прошлом были недоступны, и это позволяет эффективно реализовывать инвестиционную программу. То есть сегодня торговые площади доступны как нельзя лучше. Зачастую есть выборы с хороших локаций, и компании, уверенные в своем будущем, уверенные в перспективах своего развития, они стараются стремятся сейчас эти локации занять. Ну и масса других причин, почему ряд компаний растет. Но в то же время, наверное, неправильно будет приукрашать ситуацию, говорить о том, что все прекрасно. Вот наш рейтинг топ-100 показывает, конечно, и то, что есть компании, не очень эффективно работающие в текущих условиях. 20% компаний, включенных в наш рейтинг, снижают выручку по итогам 2016 года. И, конечно, многие, ну, существенное количество компаний покидают сотню лидеров, просто в силу того, что их оборот снижается уже до того уровня, который не позволяет им входить в сотню. Поэтому в этом, в принципе, и очень высокий интерес к этому рейтингу, потому что он показывает самых сильных, самых уверенных в себе участников рынка тех компаний, которые уже сейчас имеют там обороты десятки миллиардов рублей и имеют в себе силы и возможности развиваться и расти дальше. Скажите, а если вернуться к тем, кто снижается в рейтинге и даже выпадает из него, можно ли здесь провести какую-то параллель, к какому сегменту принадлежат эти сети? Значит, ну, по поводу компаний, которые покидают рейтинг. Конечно, есть отрасли, в которых сейчас наиболее остро ощущается снижение покупательской способности, и последние годы это и сегмент бытовой техники, электроники к ним можно отнести, да и одежный ритейл очень непростые времена переживают сегодня. Но я бы не стал здесь увязывать вот такую, скажем так, причинно-следственную связь в том, что компании заняли какую-то неудачную для себя отрасль и в силу этого покидают рейтинг. Конечно, отраслевые тенденции влияют иногда положительно, иногда позитивно, как ветер влияет на движение корабля. Но в то же время самые успешные компании, они как раз и успешны, потому что они умеют двигаться против ветра. Да, ну, пример, допустим, в DIY ритейле можно привести. Рынок по итогам прошлого года снизился, к сожалению, россияне, многие вынуждены были отказаться от проведения какого-то глубокого серьезного ремонта в квартирах своих. Многие отказались от строительства загородных домов в силу платежной способности. И это, конечно, не могло не повлиять негативно на развитие рынка строительно-оделочных материалов и сегмента DIY в частности. Но при этом, допустим, торговая сеть Leroy Merlin выросла на этом падающем рынке на 28%. Более того, за прошлый год компания открыла 17 гипермаркетов и по торговой площади выросла на 40%. Это лидер на рынке, который уже имеет оборот под 200 миллиардов рублей, растет вот такими фантастическими темпами. И это не связано с тем, что у компании есть какой-то бездонный источник финансов, там, да, инвестиций, по крайней мере, по утверждению менеджмента, они вообще не привлекают инвестиции из-за рубежа, развиваются исключительно за свой счет. Внутри России, которая генерируется прибыль, она же реинвестируется в дальнейшее развитие. Просто у компании всегда для российского рынка была концепция, это низкие цены каждый день. Потребители об этом знали, это было достаточно хорошо продвинуто для российского рынка, но не все были заинтересованы этим воспользоваться в прошлом. Сейчас в условиях снижения покупательской способности потребители откровенно ищут доступные цены. И вот такой слоган и такая стратегия маркетинговая, она как нельзя лучше как раз реализована была в эти годы. Поэтому компания растет не случайно, не потому что им там повезло, а потому что она целенаправленно выстраивала свою работу таким образом. Понимаю, что в России всегда будет существенная часть потребителей, которые ищут низкие цены, хотят экономить на ремонте и при этом заинтересованы все-таки в получении хорошего по качеству продукта и широкого ассортимента. Вот эта грамотная маркетинговая стратегия компании позволила получить хорошие результаты по итогам этого года. Кстати, впервые за многие годы в наш рейтинг в топ-10 вошел представитель DIY ритейла, как раз компания Leroy Merlin. И компания, конечно, еще будет расти, потому что тот рост магазинов на 40% по площади только за прошлый год, конечно, в этом году скажется на росте выручки. А компания продолжает свою инвестиционную стратегию. В ближайшие годы компания планирует открывать по 15-20 гипермаркетов в год в России. И я думаю, что это будет вполне вероятно исполнено компанией, потому что в целом сейчас для нее, можно сказать, хорошая возможность для укрепления своих позиций на рынке. То есть, смотрите, можно ли сказать, что сейчас весь рынок принадлежит покупателю, и он выбирает исключительно смотря на цену товара, или же все-таки некоторые сети ищут иные пути завоевывания лояльности потребителей, их внимания к качествам или к обслуживанию сервиса? Услышал. Ну, вы знаете, красивые слова, как бы, да, что рынок покупателей, что покупатели решают все. В реальности, к сожалению, но это не так. Да, мы понимаем, что розничный бизнес, он высокотехнологичный. Он требует колоссальных технологий, колоссальных инвестиций, колоссальных людских и временных интеллектуальных ресурсов для развития. Многие компании сейчас выросли уже до таких размеров, что они стали крупнейшими частными работодателями. Магнит — это почти 300 тысяч человек в штате, да. Поэтому это очень-очень технологичный бизнес. И компании эффективные и успешные, которые как раз представлены в нашем рейтинге, мы видим, что они стараются сохранять баланс. Баланс между интересами потребителя, между интересами непосредственно самой компании. И что немаловажно, важны интересы поставщика. Вот сейчас я бы сказал так, что для поставщиков появился, хочется верить, некоторый шанс выстраивания конструктивного диалога во взаимоотношении с сетями. И это не стало следствием изменения в законодательстве, которое произошло в середине прошлого года. И вот с 1 января 2017 года серьезным образом изменилось требование к работе сетей, по крайней мере, FMCG ритейла, продуктового ритейла. Вот в заключение, отвечая на ваш вопрос, я хочу привести пример. Я уже упомянул Леруа Мерлен, но они очень интересную концепцию представили буквально пару месяцев назад на одной из наших конференций. Они рассказали о том, что сейчас начинают активно анализировать отзывы потребителей, которые их клиенты оставляют на сайте компании. Более того, одним из ключевых критериев ротации ассортимента в магазинах сети станет количество звездочек, которые получают тот или иной товар. Это на самом деле очень интересная концепция, пока еще мало кто применял. Подобный проект был разработан Декатлоном во Франции, и сейчас Леруа Мерлен этот лучший опыт переносит в Россию. То есть уже не критерий, там цены, допустим, станет ключевым для выбора того или иного товара на полке, а критерий будет оценки и отзывы потребителей о удовлетворенности тем или иным продуктам. Это очень серьезный вызов для поставщиков, потому что они должны будут контролировать, насколько их продукт реально нужен потребителям, насколько они получают положительный опыт от взаимодействия с этим продуктом, чего, допустим, в прошлом некоторые, будем честны, могли не замечать. И вот этот пример работы по поводу того, что слушать потребителя, вот как раз реализуется в Леруа Мерлен. Несколько дней назад я разговаривал с их руководителем IT-департамента, и даже есть в некоторых, может быть, уже чуть более отдаленных планах публикация отзывов и оценок, которые мы привыкли видеть в онлайне на сайте той или иной сети, внутри офлайн-магазинов, то есть появятся электронные ценники, и рядом с каждым товаром будет добавлена его оценка с другими потребителями. Это очень интересный проект, это, ну, просто, мне кажется, может дать взрывной, на самом деле, результат для тех производителей, поставщиков, которые выпускают действительно качественную продукцию, и они получают хорошие отклики, хорошие отзывы об ее использовании, и на самом деле это мощнейший шаг в том, чтобы вырваться из этой спирали снижения цен, когда, ну, мы понимаем, что снижение цен в некоторых случаях достигается путем снижения качества, снижения потребительских свойств товара, и это на самом деле неправильно в долгосрочной перспективе. Вот это то, что ритейлер сам предлагает поставщикам делать и качественный продукт, по нему будут хорошие отзывы, мы будем сохранять этот товар на полке, и потребитель это будет видеть и будет это больше покупать. Это очень хороший проект, и мне кажется, хочется верить, что этот проект будет реализован в ближайшее же время. Уже, на самом деле, первые, как бы, шаги в этом направлении ведутся сегодня, да, и этот опыт будут перенимать другие участники рынка, также внимательно обращать большой, как бы, да, акцент на то, что реально нужно потребителям, и какой потребительский опыт они получили после приобретения того или иного товара. Это интересно. И в завершение, говоря о больших шагах, о том, что как отрасль развивается и растет, в этом году ритейл.ру празднует свое 18-летие. И вот если сейчас немного пофантазировать и вернуться мыслями на несколько лет назад, вот на ваш взгляд, за последние, даже если не 18, 10 лет, насколько отрасль повзрослела в прямом смысле этого слова, насколько она изменилась, понятно, что она выросла нереально, но вот именно как изменилось мышление ученика? Ну, во-первых, хочу поздравить вас с 18-летием, это действительно очень серьезный возраст, уже зрелого, да, такого организма, но могу сказать, что так по стечению обстоятельств InfoLine тоже в этом году 18 лет, мы тоже начали работать с 99-го года. Много бизнесов в России было создано в конце 90-х, в начале 2000-х годов, много ритейл-бизнесов было создано в конце 90-х, в начале 2000-х годов. И, конечно, за эти 18 лет мы с вами видели, как развивалась отрасль, как развивались компании из ничего, вырастали до каких-то просто гигантских размеров, потому что, можно сказать, на наших глазах выросла и X5 ритейл-группы, магнит, которые в начале 2000-х годов представляли там совсем небольшой, там разрозненный набор магазинов. А сегодня это уже очень серьезный бизнес, который как бы влияет на все в нашей отрасли, да. Поэтому, конечно, вот тот рывок, тот прорыв, который был сделан розничной торговлей России, просто, ну, как бы феноменален. Мало других отраслей экономики нашей страны, которые смогли сделать такой гигантский шаг вперед и с точки зрения своего развития, и с точки зрения технологии, и с точки зрения конкурентоспособности. Розничная торговля – это весьма конкурентоспособная отрасль. Мы видим, что приход сюда международных ритейлеров с мощнейшими инвестициями, с мощнейшими технологиями, знанием, опытом не дает им таких серьезных конкурентных преимуществ по отношению к российским компаниям, которые обладают всеми теми же технологиями, а зачастую лучше знают своего потребителя, и они успешно конкурируют с ними. И во многих отраслях, вот я приводил примеры DIY ритейла, могу сказать, что в топ-3 DIY ритейла вошел российский ритейлер, там, Петрович, допустим, торговая сеть, которая недавно стала развиваться в Москве, и развивается очень инновационно, очень технологично. И это кейс, который сейчас вообще как бы в Европе даже уже рассматривают как уникальный для рынка. Поэтому, на самом деле, конечно, у отрасли очень хорошее достижение, очень хорошие результаты. Да, отрасль сейчас переживает не лучшие времена. По итогам 2016 года именно торговля показала худший из всех отраслей экономики нашей страны результат. И это вселяет определенный, ну, как бы, да, страх, наверное, за то, что будет дальше. Но я думаю, что, несмотря на все эти трудности, которые мы сейчас наблюдаем, это только заставит сделать еще один виток с точки зрения обновления, с точки зрения повышения эффективности, с точки зрения адекватности тех стратегий, которые применяют компании на рынке. Потому что это конкурентная отрасль. Мы видим, что здесь влияние государства, участие государства минимально. И именно во многом благодаря этому отрасль так активно развивалась. Хочется верить, что те одиозные законопроекты, которые сейчас рассматриваются и по ограничению работы магазинов в выходные дни, и по ограничению режима работы, и уже поднимаются разговоры о том, чтобы ограничивать наценку на товар, вводить какие-то товары социальные группы с фиксированными ценами. Хочется верить, что эти законопроекты не будут реализованы, потому что, в моем понимании, они скорее будут вредны, чем полезны, как в отрасли, так и в реальности потребителям. Поэтому в том случае, если мы оставим этой отрасли возможность развиваться самостоятельно, то я уверен, что она будет устойчиво держать удар. И за счет вот этого обновления еще покажет достаточно серьезный рост в дальнейшем. Да, и сейчас мы видим, что, несмотря на снижение рынка в целом, топ-100 нашего ритейла, крупнейших компаний, выросли по итогам 2016 года на 15,5%. Это очень хороший результат, и мало где в мире, еще раз повторюсь, такие результаты можно достичь, расти двузначными темпами. Поэтому действительно надо серьезно анализировать текущую ситуацию, адекватно ее оценивать и думать над своим дальнейшим развитием. Нам есть еще куда расти и есть за счет чего повышать эффективность деятельности своих компаний. Продолжение следует...